Друзья, всем привет! День воскресный на дворе, а это значит у нас новенький сюжет о недвижимости и жизни. Мы приехали в новенький микрорайон от группы компаний ПИК. И здесь и сейчас считаю необходимым дать краткую справочку, потому что все те, кто проживают по Москве и Московской области, про группу компаний ПИК слышали наверняка. А вот те, кто проживают по всей нашей стране, просматривая этот ролик, зададут с вопросом, ПИК, кто это такие? Так вот, отвечаю, расшифровывается это как первая ипотечная компания, и она была основана еще в 1994 году. Сегодня это ПАО ПИК С3, публичное акционерное общество ПИК, специализированный застройщик. Российская девелоперская и строительная компания с естественным штаб-квартирой в Москве является крупнейшим девелопером России. Кратенько показываю вам цифры за 2020 год. В компании трудится официально порядка 30 тысяч человек, соответственно, мы с вами понимаем, что это действительно крупный бизнес. И сегодня мы о нем поговорим, посмотрим, что они строят. И чтобы с первых минут у вас не сложилось впечатление, что это какой-то заказной рекламный ролик, я в нем буду максимально объективен про плюсы и минусы. Давайте начну с козырей. Друзья, представьте, вы со скидкой покупаете квартиру на втором этаже в новостройке. Приходите домой, а по всей квартире вас встречает вот такая вода. Поначалу можно подумать, что потекла батарея, но нет, друзья. Стояк. Это все течет из унитаза. Это говнище со всего подъезда, которое собирается у вас в квартире, если вдруг засоряется труба. И такие ситуации не единичные. Я был в шоке, когда сделал публикацию в Инстаграм и начали писать люди с разных микрорайонов, с разных новостроек от ПИК, что на втором этаже есть вероятность получить вот такой сюрприз. Потому что, как говорят инженеры, есть нарушение в проектировании дома по канализации. Но приехали мы сюда по приглашению одного из жителей этого микрорайона, который нам сегодня расскажет, что он здесь купил, за сколько, покажет, как идут ремонтные работы. Что вообще из себя этот микрорайон представляет. В общем, у нас сегодня будет невыдуманная жизненная история о недвижимости и жизни в Москве или около Москвы. Потому что мы находимся буквально на границе с МКАДом. Я вам показываю кадры с коптера. Выезжаешь на автомобиле, три минуты без пробок, ты пересекаешь МКАД и ты в Москве. Сегодня будет по-настоящему интересно для всех тех, кто присматривается к покупке квартирки в подобной новостроечке. А, Человейник, а, Муравейник. Приятного вам просмотра. Мы начинаем. Вот они, современные микрорайончики. Дворы закрыты. И один из плюсов непосредственно этого микрорайона, что все машины паркуются вокруг. То бишь на территорию вы заехать не можете, а значит ваши дети всегда будут в безопасности. У меня есть вот такой ключик. Прислоняем. И мы заходим на территорию нашего микрорайона. Как это выглядит, друзья? Мы вам показываем кадры с коптера. Плюс ко всему. Сейчас мы вам все расскажем, потому что здесь нас ожидает вот этот прекрасный молодой человек Алексей. 33 года Лехе. Лех, привет. Привет. Спасибо огромное, что пригласил в гости. Самое главное, что тебе есть что рассказать. Есть чем людей удивить с точки зрения качества постройки. Но мы с тобой постараемся сделать все объективно. Ты сегодня нам расскажешь плюсы, минусы. Давай мы начнем с того. Тебе 33 года. В 2019 году ты здесь покупаешь себе квартиру. На этапе котлована, можно сказать, там три этажа было поднято. Площадь квартиры. И по какой цене тогда удалось ее прибрать? Площадь 52 метра. По цене стоила на 5, но получилось за 4,700 взять. Это получается у нас двухкомнатная квартира? Да. До этого, насколько я знаю, ты жил неподалеку в соседнем районе, но Москвы, Измайлова. Сам ты, получается, москвич. И этот район выбрал только потому, что он тебе поближе. Ну, по ближести и по стоимости, соответственно. Ценник, ну, действительно, на тот момент интересный. А вот сегодня, когда уже дома частично сданы, не смотрел, по чем стоит подобная квартирка? Слушай, ну, смотрел где-то 9,9500, там, получается. Вот так вот. Ну, скакануло. И скакануло, и скачок цен, и, соответственно, вся эта история с пандемией, с ростом строительных материалов. Расскажи, что тебе вот здесь вот в первую очередь понравилось? Потому что, ведь, когда ты сюда приехал, все, что было, это вот эти красивые буклетики, что здесь у нас будет так, сяк, все красиво. Ну, больше расположения, наверное, у меня до мамы, грубо говоря, до квартиры, до своей. Там 10 минут ехать, до работы 20 минут. До МКАДа 800 метров. И вот, знаете, такой вот обидный момент, что через 800 метров начинается Москва, и ты получаешь московскую прописку и все эти льготы, а здесь у тебя получается Московская область. Область Балашиха, да. Но ты же хитрый парень, ты же прописан в Москве, а квартиры здесь на тебе числятся в собственности. Верно? Все верно. Лех, расскажи, пожалуйста, еще, помимо вот самих домов, вот иной раз люди называют такую постройку человейники, что вот все друг на друге, вот мы сейчас приехали, сегодня будний день, строятся новые дома постоянно, вот эта пыль, грязь, шум перфораторов, строительные техники, и это будет продолжаться, ну, ближайшие еще 3-5 лет точно. Потому что пока достроят, пока ремонты сделают. Как тебе? Не смущает такая история? Да не особо, я просто перемещаюсь, у меня дача рядом, ну, тоже недалеко, в принципе. Но и так вот, пожив 20 дней тут, худо-бедно там с перебежками, я не сказал бы, что думал, хуже будет. Абсолютно в каждом сюжете ключевую задачу перед собой я ставлю показать ситуацию объективно. И вот с пик, это просто горячая тема. Потому что, если мы напишем в поисковиках пик отзывы, то увидим огромное количество негативных отзывов, где люди недовольны качеством строительства в целом, где люди рассказывают ситуацию, что покупали квартиру с видом на одну сторону, условно на лес, на пруд, по факту получают вид на стену соседнего дома. И это лишь малая часть. Я вам частично что-то выведу на экран, вы, в принципе, можете сами взять телефон и почитать отзывы. Но при этом, для объективности, пик строит огромное количество домов, которые с большой скоростью распродаются. И в этом сюжете мы пообщаемся и с другими жильцами, с кем мне удалось пообщаться на территории вот этого жилого комплекса. И послушаем, что скажут они. Я им задавал прямые вопросы, что у вас с качеством, как вам вообще в целом. И послушаем, какие ответы на это дадут они. Поэтому, друзья, здесь мы смотрим дома, которые из серии доступной цены для Москвы и Московской области. Если вы хотите лучше качества, больше, круче, вы можете выбрать другие дома, другие застройки. Но, как показывает практика, даже те дома, где люди покупают квартиры по 20, 30, 50 миллионов рублей, все равно есть косяки. Не найти объекты, где будет все идеально, чтобы человек, вот грамотный человек, кто разбирается в строительстве, сказал, что здесь все построено на 10 из 10. Поэтому я стараюсь сделать все объективно и дам высказаться всем, плюс покажу вам, что про них пишут жильцы в интернете. Мы находимся возле подъезда. И вот, казалось бы, подъезд и подъезд. Как открывается? По Face ID, ну вот я на него посмотрел, она открылась. Домофон называется. Видны все камеры, то есть со всех выходов на улицу, во двор. И когда, получается, к тебе курьер приходит, то есть ты его можешь видеть. К вам пришли как раз. Это тебе выдавление сейчас пришло? Да, да, он звонит, как звонок. Короче, друзья, прикольная тема в том, что он может это видеть, если, например, на улицу кто-то приходит, то бишь также можно даже звук включать и слышать, кто о чем говорит. Но это к нам пришли монтажники, потому что сейчас у Лехи будут ставить кондиционер еще один. Там камеры, да, на этаже тоже камеры. Тоже открывается все по Face ID один раз. Сканируешь лицо и добавляешь его в базу. Понятно. Слушай, ну движух у вас здесь конкретный. То бишь на самом деле такое ощущение, как будто дом не то что заселен, он как будто уже перенаселен. Народ здесь, друзья, мы просто, может быть, на кадре все не покажем. Все квартиры с отделкой, поэтому люди заезжают там за одну-две недели. Это подкупало тебя, когда ты покупал квартиру, что она уже с отделкой? Думал, да, что сразу можно будет заехать. Я еще не понимал, буду жить или продам, или что буду делать. Понятно. Ну пойдем, посмотрим, что у нас тут. Мы попадаем с вами в подъезд. Работа кипит, никто останавливаться не будет. Обратите внимание, 288 квартир в одном подъезде. Это ого-го, нехило. Все, в принципе, симпатично сделано, но пока новое. Отдельно, видно, сделали зону для консьержа. У тебя здесь, конечно, отчасти вроде бы не прям какое-то вау-супер-живье, но с другой стороны все тоже сделано интересно. Вот я зайти не могу. Свою морду я показываю. Здрасте. Треть открылась. И она открылась, друзья. Вот это действительно был сейчас прикол, потому что изначально мы думали, что ты поднесешь свое лицо, и оно тебя узнает, откроется. Я думаю, что она могла меня увидеть. Ну-ка, давайте проверим еще раз все по-живому. То бишь, фишка в чем? Face ID. Ты подошел, показался, такой, я домой пришел. Еще главное, это интересно, что почему оно на поезде сделано? Вот так я должен подходить домой? Да не, она издалека. Издалека. Ну давайте все, моделируем ситуацию. Я прихожу домой, посмотрел. Дверь открылась. Все, меня она узнала, хотя я здесь впервые пошел. Вот вопрос к безопасности, ребята. Так это и работает. Пойдемте. Первый этап провален. Дальше мы попадаем вот в такой подъезд. Тоже где-то что-то приоткрыто, не закрыто. Почему не закрыто? Специально сделали, чтобы пока что она настраивается. Все могли лазить спокойно. Датчик света срабатывает, но минус один, что он очень душно здесь. Здесь какая-то вентиляция-то есть нормальная, чтобы она в должном образом работала? Ну душно. А самый минус еще в том, что когда будет зима, и когда будет холодно на улице, будут топить, здесь будет вообще просто дикая жара. Мы в подобных домах уже были. То есть не хватает вот какой-то вентиляции, сквозной что-ли, чтобы хотя бы можно было чем-то дышать. Ну что, твоя квартирка? И там нас сейчас встретят 52 квадрата. Далее я вам покажу квартиру, которая нынче стоит примерно 9,5 миллионов рублей, где Алексей расскажет, с какими конкретно он столкнулся косяками, и на что жалуются еще жильцы этого микрорайона. Но прежде чем мы туда зайдем, я хочу подкинуть идею всем тем, у кого возникает вопрос, это где нужно работать, чтобы заработать денег на эту квартиру. Друзья, сегодня есть куча способов решения по увеличению своего дохода. И вот вам, пожалуйста, легальный способ. Слушайте внимательно. А как многие из вас знают, я проживаю в Москве, но имею возможность уехать за город. Час езды, я уже на природе. Но при этом я приезжаю сюда не просто чайок гонять, чилить, кайфить. Я приезжаю сюда работать. И многие хотят также иметь возможность не быть привязанным к этому душному офису, работать из любой точки мира и при этом не быть от кого-то зависимым. Главное, чтобы в голове были мозги. И прямо сейчас я вам расскажу, как эти мозги получить. Абсолютно никто не будет спорить с тем, что никогда не поздно обучаться, получать новые знания, новые профессии. Все думают, а где бы найти ту самую прибыльную профессию? Ну так уже все известно. Самый быстро развивающийся рынок – это IT. И самая простая профессия, в которую можно зайти – это тестировщик. Друзья, именно с нее стоит начать, чтобы погрузиться в сферу IT. И на сегодняшний день здесь просто нехватка квалифицированных специалистов. И именно ты можешь занять эту нишу. А освоить эту профессию абсолютно любому жителю нашей страны, да и мира в целом, поможет онлайн-школа «Скиллфэктори». В «Скиллфэктори» вы не будете сидеть, зубрить теорию. Вся ваша работа и обучение построены на реальной практике, на реальных кейсах, которые потом упадут в ваше портфолио. Чтобы вам было понятно, 80% – это практика, и 20% – это самая необходимая теория. Просто вдумайтесь, за 10 месяцев вы разберетесь в методологиях разработки ПО, в различных системах баг-трекинга, и узнаете, как проводить полный цикл ручного и автоматизированного тестирования. Изучите основы языка Java. Будете тестировать мобильные и веб-приложения, и узнаете, как взаимодействовать с заказчиками и коллегами. Начать искать работу вы сможете уже через 4 месяца после старта обучения. По окончании обучения вы не только получите полезные знания, вы научитесь решать тестовые задания для прохождения собеседования. А также карьерный центр Skill Factory поможет вам грамотно составить резюме, подберет вакансии в компаниях-партнерах и расскажет об особенностях трудоустройства для новичков на вебинарах. А если вы еще сомневаетесь, но при этом жалуетесь на вашу работу, на ваши зарплаты, пожалуйста, зайдите и посмотрите, какие зарплаты предлагаются в IT-сфере на начальном этапе. И вы будете приятно удивлены. По промокоду ДИМАМАШКОВ вы получите скидку в 45%. Друзья, работайте там, где вам комфортно. Стремитесь получать новые знания, новые профессии, новые доходы. Skill Factory ждет тебя по ссылочке в описании. И мы с вами попадаем в гости. 52 квадрата. Первое, с чего можно начать сразу с дверей. Вот смотрите, новостройка. В данном случае дверь открывается наружу. Мы недавно снимали одну новостройку, в которой дверь открывается внутрь. Когда начинаешь задаться таким простейшим вопросом, а почему так? Почему там наружу, там внутрь? Рассказывают, что якобы есть нормы пожарной безопасности, на основании которых дверь должна открываться внутрь. Для чего? Если вдруг в квартире что-то происходит, пожарники приехали, могут дверь выломать. Но забывают про то, что некоторые двери уже идут вот такие, железные. И там только пилить. Сам факт того, что все строится как-то двояко. Прихожая у нас. Квартира изначально продавалась с отделкой. Вот все, что вы видите, это было сделано от компании застройщика. За исключением. Вот этот, естественно, шкаф человек уже встроил. Дверь, само собой, уже мененная. Такие застройщик двери не ставит. Плитку положили. Где-то ламинат. Мы получаем первый раз прихожая, где ты можешь разуться. Вторая прихожая, которая соединяет у нас в ванну, туалет, спальню, вторую комнату и кухню. Ванну он переиграл немножко. Сделал другую плитку на пол. Но сама суть, с которой он столкнулся, она кроется в ванне. Мы сейчас дадим ему возможность, он сам все это детально расскажет. Дом построился, тебе вручают ключи, отделка. Ты начинаешь где-то что-то исправлять. В частности, ты заказал себе отдельно кухню. У тебя установлено два кондиционера. Ты сам занимаешься кондиционерами. Приехали твои монтажники, которые все сделали грамотно. Вот расскажи, пожалуйста, все в деталях. Потому что это действительно очень интересная ситуация. Так как я занимаюсь кондиционерами, первонаперво приехал на улицу плюс 35, повесили два кондиционера. После этого заказал кухню, начали собирать кухню, мебель. Два дня рабочие, чтобы тут с ума не сошли вообще от этой жары, работали кондиционеры на полную. Через два дня пришел сосед снизу и говорит, вы меня топите. То есть реально спустились к нему, у него полный плафон воды. Это все натекло у нас с дренажей кондиционеров, которые были проложены от застройщика. Враг заключался в том, что со всех кондиционеров слив соединяется в одну трубку. И эта трубка проходит, соответственно, тут. Пойдем, показывай. То есть вывод тут, под кондиционер тут. Сейчас он будет установлен у нас. То есть вот так вот все в стенах идет? Да, в стенах. И тут закрытая вот эта вот часть, в ней кондиционер. И вот тут, соответственно. Ага. И отсюда собирается все в единую трубку. Идет по стене. И вот тут трубка была не проклеена. Соответственно, с этого стыка все текло за стеной, вниз к соседу. И у него затопило ванну, получается, правильно, плафон? У него ванну и туалет, да, вот полный плафон воды был. Офигеть. И что происходило дальше? Вы пошли к застройщику? Да, вызвали аварийную службу. Думали, может быть, это канализация течет. Может, подводка воды какая-то течет. В общем, поняли, что это кондиционеры. И 45 дней застройщик мурыжил с исправлениями. На последний день пришел, сказал, что у него нет плитки вот такой. Я купил им плитку, и вот они переложили, соответственно. То есть они тебе вот это все раздолбили? Раздолбили, да, фотографии. Нашли вот эту трассу, отремонтировали ее и закрыли. И отсюда сразу возникает вопрос. Если так произошло у тебя, то теоретически можно предположить, что так происходит сейчас по всему дому. Это можно практически предположить, потому что я общался с ремонтниками, да, и они говорят, что у меня далеко не первая квартира, и это распространенный косяк. Отсюда, друзья, сразу делайте выводы. Вот вам, пожалуйста, это, так сказать, скрытый брак, который изначально, когда ты покупал квартиру, ты его никак не мог заметить. Как только ты повесил кондиционер, они начали работать, на тебе слово. Друзья, я уверен, что кто-то с этого микрорайона посмотрит это видео. Потому что, знаете, красивый ремонт вас может нагнуться, если кто-то начнет пользоваться активно кондиционерами. Первый этаж у нас получается коммерческая недвижимость. Вы видите корзины под кондиционеры. И знаете, что самое интересное? Вот, к примеру, возьмем, что нет первый этаж, а второй. Корзина владельца висит под третьим этажом. Соответственно, для того, чтобы его менять, если это там идет седьмой, восьмой этаж, ты сам в окно открыть, да, как это обычно происходит, и вылез, там что-то поменял, не сможешь. Не сможешь. Нужно заказывать альпинистов. Или доступ к соседям получать. То есть они должны пустить к себе в квартиру, там, на час-два. Ну, а обычно 90% людей отказываются от этого. Ты говоришь то, что покупать на втором этаже квартиру здесь вообще будет проблематично, с точки зрения комфорта. Ну, у тебя будет не маленький домашний блок висеть, а здоровый, который должен, допустим, холодильник охлаждать, или какой-нибудь красный, белый, или магазин продуктов. Плюс на втором этаже идет стояк, и то есть уже тут был случай, что у людей идет засор, и со второго этажа вытекает куча туалетной бумаги, все испражнения, которые там накопились со всех 25 этажей. Да, есть, как бы, видел я видео, показывал мне прораб по недочетам. Подчеркнул, это то самое говнище, которое льется к вам домой со всего стояка, всего вашего подъезда. Изначально, когда мы снимали, я подумал, ну, что это единичная ситуация в этом микрорайоне. Еще Алексей добавляет, что квартиры на втором этаже продаются со скидкой. В частности, человек, у которого здесь это протекло, купил ее на 500 тысяч рублей дешевле. А потом выяснилось, что такая картина происходит и по другим микрорайонам от группы компании ПИК. Поэтому, друзья, запомните, если вдруг вы присматриваетесь к покупке нового жилья, и вам предлагают второй этаж со скидочкой, лучше отказаться. Слушай, а вот эти вот промышленные кондиционеры, они же, сам блок, он шумный или нет? Он шумный, он больше там в два раза, чем обычный. То есть, теоретически, если я купил себе здесь квартиру, а здесь будет висеть какой-то промышленный блок, который круглосуточно фигачит, я вечером буду слушать его. Да, и тебе будет тепло от наружного блока идти в окно. Классно. То есть, открываешь окошко, и запах булочек, во-первых, тебе идет домой, а во-вторых, если в булочной завелись тараканы, и начнут они здесь размножаться, что бывает, это как раз единственный такой минус коммерческой недвижимости на первом этаже, ну, один из минусов. Эти тараканы могут переселиться, жить к тебе. Должны были квартиру сдать в феврале месяце, то есть 1 февраля. По факту я получил ключи 30 июня. Вот за этот срок, получается, неустойка, ну, мне уже застройщик выплатил, я подал в суд через юрист, сам не заморачивался, там, за какую-то комиссию небольшую. 130 тысяч рублей за неустойку, соответственно, отыграл. И по строительной экспертизе, еще судебная экспертиза будет, по неровностям стен, еще, поэтому отделка не переделывается, еще порядка 600 тысяч рублей из. А мы у тебя увидели в комнате, что есть такая, как бы, типа, трещина по обоим, как будто бы идет, на самом деле это трещина плиты, правильно? Нет, это стыкуется две плиты, да, и, то есть, не промазан как-то стык, но вот за это как раз и будет второй судебный иск. А ты строительную экспертизу нанимал уже по факту приемки квартиры, или когда начал уже здесь условно? Приемщика нанимал по факту приемки, то есть мы составили акт недочетов, и их должен был за срочек устранить. А потом нанимал еще отдельно строительную экспертизу на неровности стен, потому что это застройщик никак не устранит, ну, ты нужно все переделывать. За счет этого вырастает большая сумма, то есть больше полумиллиона, обычно на площади, там, 50 квадратов, это реальные, как бы, дела, которые закрываются, и это реально выиграть. И, соответственно, у тебя, как бы, будет суд с ними происходить, я так понимаю, потому что застройщик, кто у тебя не хочет сам ничего добровольно давать? Нет, в любом случае, да, то есть через юриста, или самому можно это все сделать, то есть там достаточно легко, просто времени не было на это. Слушай, ну, неплохо тоже, да? Получается 130 тысяч, еще 600, но с другой стороны, конечно, такие минусы, нафиг не нужны, когда покупаешь квартиру, кондиционер, все это собирается у соседа, ну, тоже странно, как смотрят, куда. Да нет, ну, я как-то более философски к этому спокойно отношусь, мне кажется, что в любом случае это стройка, я адекватных строителей прямо от и до очень редко в жизни своих встречал, и это точно стоило там других совершенно денег. Изначально от застройщика окна идут без откидных механизмов, то есть открываются только таким вот образом. Откидные механизмы нужно доустанавливать отдельно, лучше это сделать через пик, у пика это стоит там 3000 рублей, на рынке там где-то условно это 1500 рублей стоит, но экономить эту 1000, там 1500 рублей не стоит, потому что окно иначе слетает с гарантией, они это увидят. Так 5 лет гарантия на окна, то есть если дом даст усадку, что уже было, то есть трескалось вот это окно у соседей, вот эти, поменяют бесплатно по гарантии. А что, уже реально трескались у окна? Да, трескались, была такая херня. Друзья, и про такие вещи, как промерзание, подтекание, мы даже не говорим, потому что наверняка это было, а если не было, то это все потом в дальнейшем может произойти, этаж, дом только-только вот, можно сказать, сдан, и этой зимой впервые посмотрим, что тут у них по настройкам окон. Но сам факт того, что тоже, казалось бы, ни хрена себе, ну уже все что-то трескается, стены расходятся, там течет, но ты при этом, как ты говоришь, философски, смотришь, мелочи. 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 И это только 2 месяца прошло, как дом введен в эксплуатацию. Интересно. Но зато низкая цена, низкая цена. И вот в дополнение про окна, вот обратите внимание, раньше я бы этому даже значения не придал, но как только у меня родилась дочь, я сейчас вижу следующую картину. Маленький ребенок, ему все интересно, он может спокойно подойти сюда, к окошку, встать на этот подоконник, здесь залезть, ничего сложного, и может произойти страшное. Соответственно, окна, как изначально сказали, открывались только вот так. Будь они в режиме проветривания, а оно не открывается ни хера, режим проветривания, правильно? Другое только. Только другое? Вот и как в этой ситуации это будет ни хрена себе, вот так вот у кого маленькие дети, окно не откроешь, замок изначально, который есть специально на ключах, его здесь тоже нету, то бишь это нужно отдельно как услугу заказывать изначально при установке. По этому поводу ничего не говорят, здесь весь микрорайон детей маленьких. Вот эта нижняя часть, она и считается защитой детей. Вот эта? Да, 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 чтобы не вывариваться, она не открывается. Ну она не открывается, ну хорошо, но ребенок, он ростом там 67 сантиметров, он может сюда встать и просто кувыркнуться туда, если вот так вот окошко приоткрыть. Согласен, возможно, надо следить за детьми. Хороший ответ, надо следить за детьми, блин. Друзья, в общем, тоже знаете, как так интересно, напишите ваше мнение, как правильно все это происходит. По факту должен быть специальный ключ, где-то закрываешь и все, и он дальше ничего не может сделать, то есть отсюда-то он уже залезть никак не сможет, уже точно не пролезет. Ну вот это, блин, на самом деле, я аж прям смотрю, аж страшно становится, серьезно, такая стремноватая история. Очень часто вы говорите, ну вот с одним пообщались с человеком, а другие, вот, пожалуйста, Олег, местный житель, который уже с мая проживает здесь в доме, сдали один из подъездов раньше, Олег, вот у вас получается евро-двушку, у вас кухня объединена залом и две отдельные спальни. Вы с мая здесь живете. Вот независимо, честно, ваше мнение, как, не пожалели вы еще о покупочке? Да нет, только прибыли, скорее всего. То есть, прям идеального, конечно, не бывает ничего в жизни, но, как бы, в принципе, рядом с Москвой школа строится, на перспективу идеальный вариант, в принципе. А вопрос такой, вот вы, например, когда принимали квартиру, вы какого-то оценщика, эксперта нанимали на эту сделку? Он приехал, посмотрел. Косяки были по квартире? Косяки были. Что за косяки хоть вывели? Неровные стены, главный косяк. Ну, там, в принципе, остальное, там все же связано с окнами, с подоконником, все устранили нормально, в принципе. Застройщик все устранил? Да. А вопрос такой, вам квартиру вашу в срок сдали, или были все-таки отклонения от сдачи? Отклонения 6 месяцев получилось. Подавали в суд, но неустойку? Да. И сколько? Ну, подры, сейчас ждем. Ну, на какую сумму? Ой, я точно не могу сказать, жена занимается этим вопросом. Вопрос такой, а вот в целом, например, если бы сегодня встал бы вопрос еще раз покупать здесь квартиру, вот я понимаю, что вы не так много пожили, но все же, купили бы еще раз, или бы посмотрели бы еще? Да, этот, уже рассматривали вариант, в принципе, но по ценнику сейчас сложновато прям подойти к цене, что-то прям резко выросло все. А вы покупали ее на этапе котлована, или как? Нет, уже дом стоял этот. И за сколько вам, получается, удалось забрать? 4 800, по-моему. 4 800? Ну, это, получается, он все равно еще строился, верно? Да. Ну, не так, я имею в виду. Мы ждали 2,5 года. А, ну вот, 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 4 800. А сегодня она примерно у вас миллионов 10, наверное, да, такая стоит? Я точно знаю, не интересовался. Ну, вот, как говорят, порядка, наверное, 10 миллионов. У вас, я смотрю, сын есть? Да. Один? Да, пока. Сколько лет ему? 8 будет. В школу куда? В Москву. Возите? Да. Соответственно, вот 1 сентября сейчас начнется, будет на учебу. Сколько времени от дома до школы нужно его доставить? Если рано встать, нормально, ну, как полагается, нормально встать, не просыпаясь, 15 минут. До улицы Никитинской, это вот, измайло императора. Вот, соответственно, у вас здесь на выезде пробок особо нету, то есть вы здесь проскочили и туда. Идеальный вариант. Вот тоже че-че, как бы сам автолюбитель, как бы идеальный вариант. Выехать вообще не о чем. Вопрос. Знаете, вот мы ходим, рассуждаем и серия, что коммерческая недвижимость есть, но при этом какого-то кафе, там, не знаю, бара нету. А оно нужно вообще? В принципе, я как бы далек от этого. Мне как бы, я сам готовлю себе, и мне как бы, это не принципиальный вопрос, вообще не принципиальный. Как говорится, дорога молодым. Денис, привет. Здравствуйте. Тебе 8 лет, насколько я знаю. Ты проживаешь здесь последние 2 месяца с родителями. Да. Твое мнение, переехав из Москвы, из старенького райончика, ты приезжаешь вот сюда, здесь все разноцветные, новые площадки. Рассказывай, как оно? Ну, хорошо, я уже много друзей завел, и мне нравится здесь. Какая твоя любимая игровая зона? Пинг-понг, вроде. Пинг-понг, то есть, ты этим прямо сейчас, смотрю, активно увлекаешься, с папой вы рубитесь. Да. Давно начал заниматься этим? Не, я не занимался, я просто, купили все. А когда переехал сюда, у тебя возраст такой, видишь, тебе вот 8 лет, и вроде такой еще маленький, а с другой стороны, ты уже взрослый парень. Друзей быстро обзавелся здесь? Ну, где-то неделю, ну, не мог обезвести, а потом уже получилось. И уже нормально общаешь, уже ребят знаешь, да, ски можно выйти погулять. Да. А бывает такое, что тебя родители спокойно одного выпускают во двор погулять, или все-таки папа, мама, кто-то с тобой с тобой уходит? я почти каждый раз ухожу один. А у тебя окна, наверное, да, в эту сторону выходят, из тебя видно, и ты здесь как бы гуляешь, но кайфуешь. В целом, как тебе? Вот вообще, понравилось то, что переехал? Понравилось. То есть, прямо переехал с удовольствием, какого-то стресса для тебя не было, что, блин, уезжать из того района не хочу? Нет, нормально все было. А те друзья, которые там были, все уже, не скучаешь по ним? Ну, немного все-таки скучаю. А ты, наверное, с ним в школе видишься, потому что ты же в ту же самую школу остался ходить? Знакомьтесь, Анастасия, муж дома делает ремонт, Настя гуляет с ребенком на детской площадке. Настя, расскажи, пожалуйста, вот вы сюда переехали как? Целенаправленно прям вот выбирали район, хотели именно сюда переехать. Да. Покупали квартиру на этапе строительства? На этапе строительства, да. Год назад. Двушку, трешку брали? Двушку. По чем она тогда обошлась? Пять с лишним миллионов. Настя, расскажи, каково молодой семье проживать вот в подобном микрорайоне? Мы сходим, смотрим, шум идет от строительства, везде перфораторы, пыль, грязь. Вам как? На самом деле, мы живем на 15 этаже, стройку нам не слышно, поезда, которые рядом нам, тоже не слышно, разве что, когда приоткрыто окно, и в принципе, нам здесь нравится. Когда квартира была сдана, и вы приехали забирать свои ключики, подписывать акт приемной передачи, вы нанимали человека, который будет изначально квартиру осматривать на предмет косяков? Да. Были косяки? Были, но на самом деле не такие уж значительные. Ну, а что, вы можете вспомнить, что там за косяки были? Ну, из значительных, это пустоты в плитке, то, что нам переделать не могут, были сколы на плитке, был ли, а вот самый косяк, это было безумно плохо прокрашенные стены. Ну, вам их, что-то устранили, что-то нет? Пару плиток переложили, остальное мы устраняли сами. А вы в суд не подавали, как-то неустойки брать? Конечно, выиграли. Ждем. Сколько должны вам выплатить? Полмиллиона. Полмиллиона. А сроки сдачи тоже, наверное, не совпали? Нет, на 9 месяцев задержали. Ого, то есть там, наверное, еще полмиллиона, нет? Или это вы имеете в виду всего полмиллиона? Нет, это только за ремонт. Но вы будете подавать в суд за то, что неустойка по срокам? Да. Классно. Да, с одной стороны, покупаешь самоостройку, вроде 9 месяцев подождал, плохо, а с другой стороны, неустойка. В любом случае, плохо, потому что мы снимали квартиру, и мы потратили больше денег на съемку квартиры, нежели мы получим за просрочку. Настя, скажи, пожалуйста, что нравится в этом микрорайоне? Выходишь, вот люди, знаешь, очень часто спорят, что живете, человейники, вот у вас здесь дома кругом стоят, выходишь, все как-то не так тебе, как жильцу? Ну, я очень люблю город, поэтому мне нравится. Мне очень нравится, что здесь закрытые дворы, то есть, мне с ребенком очень удобно здесь гулять. Я уверена, что у меня ребенок никуда не убежит, все на индивидуальных ключах. В этом плане мне нравится. Единственное, да, если хочется куда-то прогуляться глобально, здесь, конечно, район такой, остров, никуда ты особо не доберешься. То есть, транспортная доступность здесь, конечно, плохая. В общем, как мы правильно сказали, что выйти, купить хлеб, какие-то продукты, первой необходимости, вопросов нет, у вас это все присутствует, но у вас много коммерческой недвижимости, которая еще просто-напросто не сдана, то есть, в дальнейшем это все, естественно, будет развиваться. А вот такой вопрос, вот у вас ребенка сколько лет? Полтора года. Полтора года, соответственно, вопрос детского сада. Да. Открыт? Открыт, но, как обещает застройщик, что как раз, когда нам нужно будет идти в детский сад, он уже будет. И, собственно, сейчас, а, он уже есть, вот, он уже есть, он сдан был в этом году, вот, но там пока очередь. Первый, короче, корпус, который построили, там очередь уже все, забилось, и у вас должно быть еще несколько детских садов. Да. Ну, короче, пока что вы в оптимизме, что успеем, все будет нормально. Касательно школы, когда начнется? В следующем году тут ваши парни рассказали. обещают дать следующим, но я думаю, что еще в следующем она не откроется. Вот, обратите внимание, вот эта полоса, которая идет вдоль домов, она называется по-модному Play Hub, то бишь, простыми словами, игровая зона, куда вы приходите, все новое, всего полно, есть отдельные площадки, которые закрыты, соответственно, ты бегаешь, играешь, получаешь удовольствие. Самое главное, вы посмотрите, молодые парни, для которых все это было сделано, и вот мы у вас-то как раз и спросим, парни, вот вы проживаете в этом микрорайоне, что вы скажете, как вам здесь вообще, нормально, ненормально, нравится, не нравится? Нравится. Площадок детских полно? Да, еще не все достроили. Детей много? Да. А где ваши любимые площадки? Чем больше всего? Это у нас получается баскетбольная зона? Да. А для скейтов, для ваших самокатов нет еще? Будет? Я не знаю. А вот у вас как раз есть отличная возможность обратиться к застройщику, вашему пику, искать, ребята, дети хотят себе, как он называется правильно? Скейтпарк. Скейтпарк. Поэтому место нужно выделить, реально, тема очень популярная, среди детей, смотрю сейчас, все на них гоняют, и поэтому дети от этого просто кайфуют. В школу как? Куда ходите? Я хожу в другой район, типа, надо через МКАД перейти. А дома до школы сколько времени занимает? Максимум минут 30 пешком. Пешком ходишь? то есть, я провожаю, правильно, в школу? Нет, я сходу. А, сам уже ходишь? А вот эту школу неизвестно, когда вам придут? Задут. И ее летели через год. Через год? Ну, когда ее задут, пойдете все туда, правильно, учиться? Правильно. Я понял. Ну, что, вы к первому сентябрю готовы? Я, да. А вы что? Не хотите? А, учиться ты не хочешь? Хочешь кататься на самокате? Вот он, пожалуйста. Надо учиться, чтобы потом не быть как мы. Если бы была сегодня возможность переехать с этого микрорайона в точно такую же квартиру по площади, но, например, непосредственно в саму Москву, вы бы воспользовались, но на вторичку, вы бы воспользовались такой возможностью или сказали бы не? А почему? Ну, мы когда, мы долго выбирали, мы выбирали и со вторичкой, смотрели, и у нас здесь живут друзья, то есть мы приезжали, присматривались, и нам нравится все равно этот район. А вообще, какие вот в целом слухи ходят про этот микрорайончик и серии, что ругают люди, с чем чаще всего столкнутся, какие проблемы? Не слышали? Нет, я как бы в такие вопросы не вникаю, но вот мы конкретно сейчас столкнулись с таким моментом, что у нас был прорыв, и пять суток мы сидели без воды. То есть вот конкретно по нашему стояку. Конечно, с ребенком это было напряжено, то есть это вот минусы, наверное, новостроек, пока все, отточат всю работу. Ну, смотрите, жили в Москве, в принципе, в Измайловом районе, как бы, шум, здесь шума нет вообще, вот это главный плюс. А вы жили, шум от дороги, вы имеете в виду? Дорога, и люди, там, подобно, вечером люди, как бы, там, сильно разговаривают, магазин рядом, здесь, как бы, вроде люди живут, но такого шума нет, и ребенок хорошо спит, то есть с этой точки зрения. Хороший плюс. А то, что ближайшие еще, там, год, два, три, ремонт, пыль, грязь, перфоратор, это как? Вообще, я знал, то, что новостройка, это такое дело, то, что это надо будет перетерпеть, и это нормальное явление, в принципе. Ну, вы у себя отремонт уже сделали? Все как бы, у меня готово все было, с ремонтом. Ну, вы, то есть, мебель обставили, все, вы не шумите, вы кайфуете, живете в удовольствии. Даже если другие люди шумят, я же понимаю, что люди не просто шумят, но делают ремонт, но это нормальное явление, тем более новостройка, это такое дело, сами понимаете. Если бы черновуха, самое главное, если бы черновуха, там дольше было. И я вам со всей ответственностью хочу заявить, что люди, с которыми мы общались, это действительно случайные прохожие, это ни в коем случае не какие-то засланные актеры от компании Пик. Я вам честно скажу, я удивлен от того, как народ легко ко всему относится. Ну, посмотрите, что мы имеем в сухом остатке. Второй этаж случайным образом залило говном. Соседа Алексея на шестом этаже начало затапливать, потому что неправильно что-то там проложили с кондиционерами. Абсолютно все получили квартиры не в срок. Кому-то три месяца, кому-то девять месяцев. Стены кривые. Начинаешь общаться с людьми, читать отзывы. Так же вот написал человек в инстаграм канала. Потолок натяжной провисает. Проблемы с окнами. Какие-то неполадки мелкие. Где-то плитку не так положили. Где-то коряво сделали. Само качество ремонтных работ, отделочных хромает. Люди только заехали, уже где-то какие-то перебои с водой. Пять дней не было воды. Где-то уже что-то подтекает. Сам по себе двор это активная стройка. Обратите внимание. Выходишь из дома, с одной стороны, все ясно, понятно. Новостройка идет, активное заселение. Но в ближайшее время, блин, друзья, не знаю, не знаю. Мы вот и ставим здесь такой риторический вопрос, что лучше, вторичка или первичка? Вот. Одна машина, вторая, третья мусора строительного просто полно. Все повсюду в пыли. Везде что-то сверлят, пилят, делают. И это при условии того, что квартиры продаются с отделкой. Очень часто мы с вами спорим о том, что нафиг такая застройка нужна. Вот три этажа, четыре, пять, без проблем. Вам понастроят. Если поблизости, вот в этом территории, на такое отдаление от МКАДа, здесь такие квартиры стоили бы гораздо дороже. А здесь силу того, что дома высокие, они доступнее. И тут уже выбирает твой кошелек. Что купить? Малоэтажку, частный домик, ну а дать за это гораздо больше. Либо ты покупаешь, вот, готовое решение в таких домах. Выходишь из дома, салон красоты, ремонт телефонов, всякие кофейни, цветы, продукты. Ну, такое, то, что нужно, первой необходимости. Оно есть. Поблизости торговые центры, в общем, все-таки находимся мы, можно сказать, в Москве. Все надеются на то, что достроят второй детский сад, третий детский сад, которым обещали, что все будет эксплуатироваться, что все будет работать исправно. Заходишь на территорию, Face ID не сработало. Ну, спишем на то, что пока что еще не настроили, что это нормально. Были рассказы о том, что вот эта красивая обшивка домов где-то уже поотваливалась. Ее быстренько подлатали обратно. Вот вдумайтесь, курящие люди есть, ну, конечно же есть. Где им курить? Нету ни одного открытого балкона, все закупорено. В подъезд ты выходишь, посмотрите. Выходишь, а здесь тебя встречает такой, знаешь, старый добрый подъезд, уже весь прокуренный, потому что кто-то выходит сюда курить. И с одной стороны, вроде бы плохо, да, что курит. А где еще курить? Отдельных мест для курения нету. Кто-то докурил, уже начинает. Вот они бычочки пошли. И это только начало. Дом сдан-то совсем недавно. А что будет дальше, когда будут все заселены? При этом не открывается, проветрить невозможно. Ты просто стоишь, накурил здесь, есть дымофара, кумофара. Друзья, очень спорно, очень спорно. Но в сухом остатке, когда ты задаешь людям вопрос, каково? Всем доволен. При этом все отдают свои деньги, немалые деньги. Вот это я называю объективностью. Когда вы смотрите сюжет, и вы видите минусы, вы видите плюсы, вы видите живые отзывы людей, которые купили эти квартиры за свои деньги, здесь проживают. Вот это серое здание, которое находится между домов, как вы могли догадаться, это крытый паркинг, где у Алексея два машиноместа. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит и сколько это стоит. Обратите внимание, мусорный контейнер, отгорожено. Говорит, каждый день мусор выносят, но в силу того, что народу дофига, естественно, это оперативно все заполняется. На данный момент времени еще 12 часов дня нет. Контейнеры уже заполнены. В подобных жилых комплексах паркинг, это прям действительно проблема, если не номер один, то номер два. Потому что сейчас мы смотрим, рабочее время большая часть людей уехала на работу на автомобилях. Но тем не менее, если посмотреть вокруг, сейчас вроде бы есть свободные места, но если приехать сюда после девяти, реально где-то воткнуть машину? Я думаю, нет. Уже нет? Это еще несмотря на то, что далеко не все квартиры наверняка проданы? Сто процентов, конечно, да. Но будет плохо все. Если брать в аренду, почем люди сдают? Не смотрел? Я сдавал, пока не заехал. Одно за восемь на третьем этаже, другое за десять на первом. Обратите внимание, что паркинг, по сути, просто крытый. Здесь есть свет. Здесь еще берут коммуналку раз в месяц за одно парковочное место 1 700 рублей. То бишь какого-то отопления, еще чего-то здесь нет. Есть лифт дополнительный, потому что, например, у Алексея на первом этаже одно место и на третьем. Но что меня удивляет, знаешь, когда приезжаешь в подобные жилые комплексы, вот все говорят, денег нету, денег нет. А посмотришь, вот мы здесь проходим, блин, здесь есть все новинки автопрома. Тот же самый Kia Carnival уже, пожалуйста, стоит. Kia Sorento Prime новый, пожалуйста, стоит. То бишь машин дорогих здесь очень много. Porsche тоже есть. Значит, вот оно, место парковочное. Бэшка, ребята, вот хорошая машина. Встречает сама сразу. Парковочное место на третьем этаже, когда все это еще строилось, он купил за 550 тысяч рублей. Вот это парковочное место он уже покупал с рук, когда уже дом был сдан, за 900 тысяч рублей. Как вам такое? Вот тебе небольшое парковочное место, ты покупаешь его еще по 1700 каждый месяц платишь. Так, самый прикол в том, что когда здесь все будет застроено, если будет продолжаться нехватка парковочных мест, оно вырастет, я думаю, до полтора. Мы снимали подобные жилые комплексы внутри Москвы, вот уже там, допустим, 3-4 километра от МКАД в сторону, да, центра. Полтора-два миллиона подобное парковочное место. Но подчеркну, это крытый паркинг внутри дома, подземный, он уже с отоплением. Аренда 85 тысяч рублей в месяц, 55 квадратных метров. В таких жилых комплексах, как правило, по-резкому залетают это аптеки, алкогольные магазины, продуктовые магазины, ну а дальше в площадях чуть больше начинают пытаться открывать различные развивающие центры, детские центры, фитнес-центры, ну, все зависит от площади. Первые этажи везде, это коммерческая недвижимость, как я уже сказал, очень много площадей еще свободных. Ну, естественно, все хотят, чтобы было больше народа заселено. Естественно, денежки, денежки, денежки. Где-то отделочные работы идут, также параллельно с ними идут и входы в подъезд. Мы сейчас отправимся с вами в кладовку. Вот вдумайтесь, я, например, живу в доме, у меня нет никаких кладовых помещений, у меня, понятное дело, все было сделано в советские времена совсем по-другому. Мы спускаемся на минус первый этаж, вот эти помещения кладовые, их периодически не дозатапливают. Мы заходим, знаете, своя атмосфера присутствует, такая, как бы словами я не передать, но просто прикольно то, что у тебя есть возможность прикупить себе кладовое помещение. Почем ты говоришь, что его купил? 350 тысяч. 350 тысяч, это когда уже дом был построен. Да. И вот за 350 тысяч что вы получаете? Небольшое помещение, велосипеды, ну, казалось бы, чего еще от него можно желать, но сам факт того, что это круто, когда какой-то хлам можно сюда отнести. Ты здесь вообще что планируешь? хранить, велосипеды? Велосипеды, стеллаж поставить, вот это подниму, как соседи сделали, до потолка, зачем площадь терять. А, то есть это кронштейны брать, повыше, да, поднять? Да, повыше, подниму, заложу блоками и кронштейны повешу. Слушай, а ты говоришь, что здесь это подтапливало? Ну, мою, слава богу, нет, но видно было, да, на этаже, то есть прям лужи, и люди устраняли каким-то образом, то есть все коммуникации проходят все равно тут. Дом совсем недавно был сдан в эксплуатацию, уже какие-то косяки всплывают, застройщик как отрабатывает, убирает все это или говорит, ааа, это не наше аварийное. это наше службу приходится оперативно достаточно. Алексей рассказывает, что здесь есть студии по 19 квадратов, метров, коморки. Коморки, 19 квадратов, это по сути одна большая комната, ценник примерно 5500? 5500, да, в достроенном доме, 5500. Ну это вот как раз, друзья, история из серии «Ты приезжаешь сюда переночевать», чтобы у тебя был свой угол, что ты куда-то вложился, утром встал на работу, домой ты приезжаешь только ночевать. В процессе просмотра сюжета вполне возможно у кого-то возникнет вопрос, а чем, собственно, занимается сам Алексей? Вот в качестве благодарности за возможность снять сюжет, зайти к нему в гости, рассказываю, у него своя фирма, которая оказывает услуги по всем вопросам, которые связаны с кондиционерами. В процессе съемки он и себе устанавливал третий кондиционер, приехала его бригада, вот вам, пожалуйста, молодые ребята, специалисты с прямыми руками. Если вдруг кому-то подобные услуги нужны, на него я оставлю ссылочку в описании, звоните, пишите. Обещал сделать хорошую скидку всем тем, кто от Машкова. Какая это скидка? Звоните напрямую, общайтесь, ведь сами понимаете, от объема, чем больше работы, тем больше скидка. Работают по Москве и Московской области. Вот такой у нас живой сюжет получается. Буквально 800 метров вы пересекаете МКАД и вы находитесь в Москве. Здесь же у нас Московская область, но новенький, свеженький микрорайон от известного застройщика. Можно очень долго говорить, что все это Г и все это плохо. Люди, которые столкнулись с косяками, их не скрывают, потому что мы в первую очередь стараемся все сделать объективно. Но при этом всех, с кем мы здесь начинаем общаться, я доволен. Делайте выводы, вот так вот выглядит сегодня современное строительство, современные жилые комплексы. С другой же стороны, когда ты слушаешь, что ты покупаешь квартиру в новостройке от известного застройщика, который из года в год строит новые дома, и тут косяки, которые сегодня нам рассказали, люди, ну блин, ну как-то это странно. Хочется найти старшую и сказать, старший, куда ты смотрел? Почему ты не уследил эти болячки, которых здесь быть не должно? В любом случае, я жду ваше мнение в комментарии. Почта для связи со мной находится в описании. Если вы где-то проживаете, вы готовы объективно показать, рассказать, приглашайте в гости. Поймите, мы не пытаемся кого-то засрать, кого-то нахвалить, кому-то сделать рекламу. Мы все делаем объективно, мы все делаем открыто. Поэтому подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok